Дмитрий Берестов Дима, будут уроки рекорды? Конечно, Володь Сущак извини, но придется побить твой рекорд. Дорогие друзья, уважаемые гости и зрители, на наших соревнованиях в первой городе Бугульме выступает заслуженный мастер спорта, олимпийский чемпион 2004 года Дмитрий Берестов. Представление спортсменов, выступающих на 21-м открытом Кубке России 2016 года по тяжелой атлетике возрастная группа М-35. Дорогие гости и зрители, организаторы соревнований преподносят нашему именитому олимпийскому чемпиону Диме Берестову наш национальный тюбетейку. АПЛОДИСМЕНТЫ Дмитрий Перестов Заслуженный мастер спорта, олимпийский чемпион, город Москва. Первый подход. Заслуженный мастер спорта, олимпийский чемпион. Заслуженный мастер спорта, олимпийский чемпион. Заслуженный мастер спорта, олимпийский чемпион. Дмитрий Перестов, город Москва. Второй подход. Две минуты на подготовку. Друзья, этот подход хочу посвятить своему другу, коллеге, своему аплодирующему щеку. Володя, если вырвут, извини, пожалуйста. Но спорт есть спорт. Подъем защита. Поздравляю Дмитрия с установлением нового рекорда России в рывке, который равняется 175 килограмм. Автоматическая надбавка 1 килограмм. У Дмитрия еще есть одна попытка. Дмитрий от третьего подхода отказался, завершив усыпление в рывке с результатом 175 килограммов. Следующему весу готовится гайдамака. Уже есть? Володя Сущак там не обиделся? Взрывок. А сколько ты знаешь, сколько в толчке рекордов? 215, что ли? Нет. 215, думаешь? Ну, сейчас я посмотрю, скажу. 205. 205. 25. Примерно 206 толчков. Алексей Гайдамака, Воронежская область. Волнение есть? Завершил выступление в плачке с результатом 175 килограммов. Волнения нету, есть осторожность. Осторожность со своим внутренним состоянием. Видно, что после своей разминки недовосстановился, поэтому хотел чуть-чуть, думал, что самочувствие будет получше. Самочувствие такое, где-то тяжелое. Но, тем не менее, рекорды есть. Надеюсь, и в толчке они будут. Павел Соколов, я молодец. Желаем успеха тебе выполнить рекорды. Спасибо. Я думаю, молодой Пстучак не очень обидится на меня. Если честно, я хотел сегодня в 80-20 через ПП подняться. Но я говорю, что самочувствие не летит. Бывает, не летит штамп, но сегодня не летит. Так, в принципе, лечит нормально. Ну, рекорд 205, так что с запасом, пожалуйста, хочешь 10, 15. Сейчас будем смотреть. Как всегда, в очередной раз повторяю всем, тренируйтесь по самочувствию. И не выступайте по самочувствию. Так что выступайте по самочувствию. Ну, все, не буду отвлекать. Спасибо. Который был установлен Владимиром Сущаком в 2010 году. А также в случае успеха... ...медаевые. Заслуженный мастер спорта, олимпийский чемпион, Дмитрий Перестов, город Москва. Первый поток. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ Большое спасибо всем жителям этого замечательного города. Большое спасибо всем ветеранам, которые принимают и принимали участие на этом Кубке России. Вы действительно большие молодцы, делаете действительно огромное дело для популяризации нашего вида спорта. Вам низкий поклон. Спасибо. Первое место и золотую медаль завоевал представитель города Москвы заслуженный мастер спорта олимпийский чемпион Дмитрий Берестов с результатом 381 килограмма. Дмитрий Берестов установил три новых рекорда России. Один в рыбке, в толчке и в сумме. Он награждается сертификатом за рекорды России и медалями. Обратите внимание, медали на чемпионатах России по мужикам таких нет. Это качество. Молодцы. Пьедестал почета в весовой категории свыше 105 килограммов. Вот она память. Переходим к награждению в абсолютном первенстве. Победителем 21-го открытого кубка России 2016 года в городе Бугульме в возрастной группе М35 с результатом 436 978 сумм и баллов занял представитель города Москвы Дмитрий Берестов. Заслуженный мастер спорта и олимпийский чемпион 2004 года. От организаторов соревнований дополнительно вручаются призы. И благодарности абсолютным победителям. На кухне будет стоять. Спасибо. Вот она память с абсолютными победителями. Дим, в весной ты уже установил один рекорд до 105. Сегодня ты установил три рекорда свыше 105. Какие теперь планы? Боишь ли ты дальше участвовать в соревнованиях? Это значит, что у меня самой цели установить рекордов не было. Естественно, для любого спортсмена это придает какую-то мотивацию. Сегодня, наверное, для меня было мотивацией и рекорды, и выступления здесь. Как бы есть какой-то рубеж, к которому хочется стремиться. Наверное, если бы этого рубежа не было, может быть, я и не стал поднимать 206 или там пребывать 175. Не знаю. Но в любом случае есть какой-то стимул для того, чтобы дальше продолжать. Следующие у меня мои планы. Это ближайшее, 19-20 выступление на блок в Power Upend. Посмотрим, что там поднимем. Там будут интересные упражнения, интересные шоу-программы. Ну, а в дальнейшем планы выступать по ветеранам. Не хочу выступать в тяжелой весовой категории. Хочу все-таки выступать в категории до 105 килограмм. Ну, и там, естественно, остался один Волжуч. Рекорд 180 килограмм. Поэтому на следующий чемпионат будем готовиться, чтобы вырвать 181. Ну, и в сумме установить рекорды, чтобы там была фамилия Берестов. Тем более чемпионат будет проходить в Москве. Тем более, да, среди своих болельщиков, фанатов будем выступать. Хотя еще раз хочу отметить, что в Гульме отличное проведение. Мне очень все понравилось. И зрители, и место проведения. И сами организаторы большие молодцы. Видно, что ветеранское движение, хочу отметить, без особой помощи государства приобретает все большее массовое действие, что не может не радовать. Соответственно, в любом случае, как бы не считали чиновники и руководители спорта, что это мешает, они не правы. Это только популяризирует любой вид спорта. Соответственно, тяжелоатлетику, эти соревнования, и ветеранское движение популяризирует. Поэтому новому президенту, которого изберут буквально 22 ноября, надо особое внимание уделить именно ветеранскому движению. Спасибо, желаем дальнейших успехов. Тебе тоже спасибо.